Рада приветствовать вас на своем творческом канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. Поздравляю всех с наступлением календарной зимы. Пусть она будет поистине волшебной, наполненной атмосферой праздника и радости. Представляю вашему вниманию свой новый авторский мастер-класс по созданию парочки новогодних гномов из джута и плюшевой пряжи. В скандинавских странах гномы считаются хранителями домов и живущих в них людей. Они призваны отводить ненастья и привлекать в дом благополучие и счастье. Такие гномы могут занять уютное место под вашей елочкой, стать украшением новогоднего интерьера или душевным подарком для друзей, родных и близких. Итак, приступим. Для вязания туловища и ручек гномика нам понадобится двухниточный джутовый шпагат. Плотность 1100 текс, толщина нити 2 мм. Вязать будем в одну нить. Общий расход на одного гномика около 100 метров. Вязать будем крючком номер 4. Для вязания шапочки и варежек необходимо плюшевая пряжа. Важно обратить внимание на ее толщину. Если толщина составляет 2,5 мм, как в моем случае, вяжем нитью в два сложения, достав вторую нить изнутри мотка. Как раз такого моточка хватает для вязания шапки и варежек для одного гнома. Если толщина пряжи 5 мм, вяжем в одну нить. Одного мотка такой пряжи обычно хватает для вязания двух комплектов. Подойдет крючок номер 5-6, у меня 5,5 мм. В качестве наполнителя будем использовать холофайбер. Он обычно продается в магазинах для творчества и рукоделия в небольших мешочках. Для устойчивости гномов понадобится утяжелитель. В качестве него можно использовать сыпучие вещества, такие как крупы или песок. Единственное, учитывайте такой момент, чтобы впоследствии не завелись в них никакие жители, необходимо прокалить в духовке. Если не хотите этого делать, еще вариант каменная соль или мелкая галька. Насыпаем небольшое количество в полиэтиленовый мешочек и хорошо завязываем. Для бороды лучше всего использовать длинноворсовый мех. Он очень гармонично смотрится в изделии. Он продается на метраж, можно найти в магазинах ткани или все для творчества и рукоделия. Такой фрагмент я разделю в ширину и хватит его на 6 гномов высотой примерно около 30 сантиметров. Как вариант, также для бороды можно использовать пушистые нитки. Пробовала также делать из них, но с длинноворсовым мехом мне нравится значительно больше. Если будете делать гномика девочку, для косичек можно использовать шерсть или акрил для валяния, либо тоже пушистые нитки. А еще недавно увидела, что из длинноворсового меха тоже делают косички. Разрезают отрезок необходимой длины на три полосы и заплетают в косичку. Для носика понадобится ткань телесного или бежевого цвета. Также можно использовать фоамиран. Для декора шапочек-колпачков буду использовать маленькие искусственные веточки хвои. Также понадобятся всевозможные звездочки, ягодки, тычинки и очень хорошо смотрятся в сочетании с этим природные материалы небольшого размера, типа шишек, желудей и прочего. Здесь нет особых ограничений, делайте все на свое усмотрение по своему вкусу. Единственное, лучше придерживаться такого правила, чтобы декор не сильно выбивался, а наоборот гармонично сочетался и дополнял образ в целом. Итак, для создания туловища гномика нам необходимо будет связать круг диаметром 10 сантиметров. Вязать его будем по правилам идеального круга по спирали. Напомню, крючок номер 4 и вяжем в одну нить. У меня на канале есть видео по вязанию корзины из джута. Ссылку на него оставлю в правом верхнем углу и в описании под видео. В нем я подробно рассказала, как на примере донышка корзины можно связать такой круг. Перейдите, пожалуйста, по ссылке и свяжите самостоятельно 7 рядов. Прошу меня понять, так как весь процесс занимает достаточно много времени. И если идентичная информация уже есть на канале, не вижу необходимости повторять все заново. Единственная корзина связана в две нити крючком номер 5 и 5. Нам необходимо вязать в одну нить крючком номер 4. Остальное все выполняется аналогичным способом. Начинаем вязание с кольца амигуруми и в него провязываем 6 столбиков без накида. Это наш первый ряд. Далее вяжем по спирали еще 6 рядов, то есть общее количество рядов у нас 7. Количество прибавок независимо от ряда не меняется. В каждом ряду их будет 6. Для удобства обозначаем начало каждого ряда маркером. По окончанию вязания 7 ряда у нас должно получиться 42 петельки по кругу. Количество одиночных петель между прибавками в последнем седьмом ряду равняется 5. На это стоит обратить внимание и запомнить, так как первые убавки при формировании туловища гномика мы также будем делать через каждые 5 петель. Сейчас необходимо будет перейти по ссылке и связать донышко. Но предварительно хочу отметить, что в описании практически под каждым видео есть тайм-коды. Это активные временные ссылки на каждый этап вязания. Нет необходимости листать видео и находить нужный момент. Достаточно нажать на временную ссылку, например, вязание донышка и видео начнет воспроизводиться именно с этого момента. Точно так, связав донышко и вернувшись к данному мастер-классу, в описании под видео нажать на ссылку вязание туловища и продолжить процесс. Итак, переходите по ссылочке, вяжите и встретимся на вязании стеночек. Если донышко готово, продолжим далее вязание туловища. Вот так наша основа будет выглядеть в конечном варианте. Сейчас продолжим вязание по спирали уже без каких-либо прибавок и нам необходимо провязать таким образом 15 рядов. Далее приступим к убавкам и формированию конуса. Общая высота туловища гномика составляет 23-24 см. Его объем по окружности в наибольшей части 35 см. Хочу напомнить вам главное правило вязания столбиков. При захвате нити вытягиваем ее до уровня петли, находящейся на крючке, а после провязывания подтягиваем нить. Так наши столбики будут ровными, одинаковой величины, с минимальными просветами между ними. Это важно, чтобы вязаное полотно не было рыхлым, а холофайбер не просвечивался через него. Таким же образом вяжем далее по спирали 15 рядов. Можно последний ряд с прибавками отметить маркером, чтобы впоследствии было легче считать провязанные ряды. Также при желании можно переставлять маркер после каждого провязанного ряда. Связав несколько рядов, расправляем вязание и придаем форму стеночкам. Таким же образом продолжаем вязать далее. Провязали вверх 15 рядов. Напомню, что в последнем ряду с прибавками мы их делали через каждые 5 одиночных петель. Таким образом убавки для формирования конуса мы тоже начнем делать через каждые 5 одиночных петель. Как мы делаем убавки? Нам необходимо провязать вместе 2 соседние петельки. Для этого вводим крючок подобие дужки петли, захватываем нить, но не провязываем ее. Точно так делаем и со следующей петлей. На крючке 3 петли, провязываем их одним движением и подтягиваем нить. Ставим маркер на первую убавку. И далее провязываем 5 одиночных столбиков без накида. Таким же образом делаем вторую убавку. И снова вяжем 5 одиночных столбиков. Делаем третью убавку. И вяжем 5 столбиков. Далее четвертая убавка и 5 одиночных столбиков. Плохо подтянула петельку на крючке и сразу образовалось отверстие. Пятая убавка и 5 одиночных столбиков. И шестая убавка. Если все сделали правильно, то как раз между шестой и первой убавкой остается 5 одиночных столбиков. После убавок слегка расправляем вязание по кругу. Каждый раз после ряда с убавками нам необходимо будет провязать 2 ряда без убавок. Здесь ничего не меняется. В каждую петельку предыдущего ряда провязываем 1 столбик без накида. Ориентируемся по маркеру. 1 ряд без убавок провязали, вяжем еще 1. Провязали 2 ряда без убавок, теперь снова очередь ряда с убавками. Здесь, в отличие от донышка, мы можем делать убавку над убавкой. Снова убавку делаем таким же образом. Не забываем при этом хорошо подтягивать петли, находящиеся на крючке. И сразу переставляем маркер на новый ряд с убавками. В каждом ряду с убавками количество одиночных столбиков между ними будет уменьшаться на 1 петлю. Итак, в этом ряду с убавками провязываем между ними уже по 4 одиночных столбика. Далее снова убавка и 4 одиночных столбика. Заметьте, что количество убавок остается при этом прежним. В каждом ряду их будет по 6. Продолжим ряд с убавками самостоятельно до маркера. И снова, если все сделали верно, то между 6 и 1 убавкой будет ровно 4 петли. Довязав до маркера, провязываем 2 ряда без убавок. В каждую петельку предыдущего ряда провязываем по одному столбику без накида. Провязали 2 ряда и не забываем расправлять изделие. Наш конус начинает сужаться и на этом этапе уже необходимо начать наполнение. На донышко кладем небольшое количество холофайбера. Далее по центру располагаем утяжелитель. Свободное пространство между утяжелителем и стеночками заполняем холофайбером. Прощупываем, определяем степень наполненности и, если необходимо, добавляем еще холофайбер. Приступаем к третьему ряду с убавками. Делаем первую и переставляем маркер. В этом ряду между убавками у нас уже теперь будет по 3 одиночных столбика. Вторая убавка и 3 одиночных столбика. Таким же образом, чередуя 1 убавку, 3 одиночных столбика, продолжаем вязать до маркера. Как и ранее, после ряда с убавками провязываем 2 ряда без убавок. Расправляем вязание, придаем форму туловищу. И снова добавляем холофайбер. Приступаем к четвертому ряду с убавками. В этом ряду чередуем 1 убавку с 2 одиночными столбиками. И так вяжем до конца ряда. Кстати, если обратили внимание, забыла переставить маркер на начало нового ряда. Как и прежде, после ряда с убавками провязала 2 ряда без убавок. Также дополняю холофайбер. Пятый ряд с убавками. Между ними теперь вяжем по одному одиночному столбику. Также продолжаем до конца ряда. После этого вяжем 2 ряда без убавок. В шестом ряду с убавками у нас остается 12 петель. Нам их все необходимо провязать попарно. То есть, между убавками уже одиночных петель не остается. Вяжем первую убавку. Вторую. Третью. Четвертую. Четвертую. Пятую. И шестую. Осталось 6 петель по кругу. Их можно стянуть с помощью иглы. Либо провязать тоже попарно. Вязать уже не очень удобно, поэтому будем делать только за переднюю стенку косички. Лучше помогать левой рукой подхватывать петельки. Лучше. Хорошо затягиваем крайнюю петлю и прячем вовнутрь свободный конец нити. Туловище гномика готово. Далее можно приступать к вязанию шапочки. Для вязания шапочки колпачка берем крючок номер 5 или 6. У меня номер 5 и 5. Плюшевая пряжа толщиной 2,5 мм. Поэтому вяжу в две нити. Если у вас пряжа толщиной 5 мм, вяжите в одну нить. Данная пряжа имеет свойство осыпаться, поэтому либо завязываем узелок, либо запаиваем аккуратно огнем. Итак, делаем кольцо амигуруми. Захватываем рабочую нить. И закрепляем при помощи петли. Расправляем свободный конец, чтобы легче было стягивать кольцо. Далее провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Скажу сразу, в две нити вязать сложнее, особенно новичкам. Поэтому, если есть возможность, выбирайте пряжу толщиной 5 мм, чтобы вязать в одну нить. Провязали 1 столбик. Вяжем 2, 3, подтягиваем немного свободный конец, 4 столбик, 5, и 6. Пересчитать можно по звеньям косички. Их должно быть 6. Аккуратно стягиваем кольцо, чтобы не осталось отверстие. Далее вязать будем по спирали без замыкания каждого ряда. Провязываем первый столбик 2 ряда и ставим на него маркер. Во втором ряду мы ничего не удваиваем. Провязываем также 6 столбиков без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Свободный хвостик можем сразу ввязать в изделие. Чтобы столбики были ровными, а вязание равномерным, не забываем вытягивать петли до петли, находящейся на крючке. А после провязывания подтягивать нить, чтобы сократить просветы между ними. Подтягиваем также и свободный конец нити, который мы ввязываем, чтобы он ровно ложился в изделии, не создавая бугорков. Провязываем последнюю петлю второго ряда и выворачиваем вязание на лицевую сторону. Расправляем, придавая форму верхней части колпачка. В третьем ряду делаем прибавки. Все петли удваиваем. То есть у нас получится 12 столбиков без накида. В каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. Переставляем сразу маркер, чтобы обозначить начало нового ряда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Для надежности можно пересчитать столбики по звеньям косички. Их должно быть 12 в третьем ряду. Снова расправляем изделие, придавая форму и приступаем к вязанию четвертого ряда. Провязываем первую петельку и переставляем маркер. С этого момента мы будем вязать следующим образом. После ряда с прибавками мы будем провязывать 2 ряда без прибавок. Итак, сейчас у нас 12 столбиков без накида. Значит, в следующих двух рядах, в четвертом и пятом, их количество не изменится. В каждую петлю предыдущего ряда мы будем провязывать по одному столбику. Продолжение следует... Заканчиваем вязание четвертого ряда. Пятый ряд провяжем самостоятельно и встретимся на вязании шестого ряда. Шестой ряд с прибавками, их количество не меняется, тоже 6, но между ними провязываем уже по одному одиночному столбику. Переставляем маркер в первую петлю ряда. В следующую петлю провязываем 2 столбика без накида. То есть, первая прибавка. Далее одиночный столбик. Снова прибавка. И за ней следует одиночный столбик. Также продолжаем чередовать прибавку с одиночным столбиком до конца ряда. Итак, в шестом ряду, благодаря прибавкам, у нас образовалось 18 петель. Седьмой и восьмой ряд провяжите самостоятельно без прибавок, обозначив начало каждого ряда маркером. И в седьмом и восьмом ряду у нас также остается по 18 петель. Девятый ряд. В каждом ряду с прибавками количество одиночных столбиков между прибавками будет увеличиваться на одну петлю. При этом количество прибавок будет неизменным. Шесть. Таким образом, в девятом ряду между прибавками провязываем по два одиночных столбика. Общее количество петель будет 24. Пока объясняла, провязала первую прибавку и переставила маркер. Далее следует два одиночных столбика. Если вяжете в две нити, старайтесь их расправлять, чтобы они не перекручивались, а ложились ровно. Снова вяжем прибавку и два одиночных столбика. Продолжим вязание самостоятельно до конца ряда, чередуя одну прибавку, два одиночных столбика. Далее десятый и одиннадцатый ряд провяжем без прибавок. В каждом ряду будет по 24 петли. Смотрите, насчет маркера можно переставлять его, конечно, с каждым рядом. Но я, например, поняла, что мне удобнее обозначить им только ряд с прибавками. Начало ряда обозначено, его не пропустишь, а два остальных ряда без прибавок и так прекрасно вяжутся. В двенадцатом ряду чередуем прибавку и три одиночных столбика. Общее количество петель уже будет 30. Одна прибавка, три одиночных и так чередуем до конца ряда. Продолжение следует... Только говорили о маркере и сама забыла его переставить. Исправляюсь. 13 и 14 ряд провяжем без прибавок. Не забываем придавать форму вязанию, аккуратно расправляя его. Можем сделать промежуточную примерку. Все в порядке, шапочка по размеру садится хорошо. В 15 ряду прибавки будем делать через каждый в 4 одиночных столбика. Общее количество петель будет 36. Провязали первую прибавку, переставляем маркер, далее вяжем 4 одиночных столбика. Снова прибавка, 4 одиночных столбика и так до конца ряда. После 15 ряда нам необходимо будет всего 1 ряд провязать без прибавок. И далее будем вязать окантовку шапочки. Связала 16 ряд без прибавок, в нем также 36 петель. И теперь нам необходимо провязать несколько соединительных петель для перехода к вязанию окантовки. Вяжем 3 соединительные петли. Для этого вводим крючок под обе дужки косички, захватываем нить и протягиваем сквозь петлю на крючке. Делаем 2 воздушные петли и следующий ряд будем вязать столбиками с одним накидом. По одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. Продолжим так до конца ряда. В каждую соединительную петлю также провязываем по одному столбику с одним накидом. Продолжение следует... Замыкаем ряд. Для этого вводим крючок под верхнюю косичку первого столбика. Провязываем соединительную петлю. Делаем одну петлю подъема. В заключительном ряду будем чередовать рельефный столбик с обычным столбиком без накида. Для этого вводим крючок под первый столбик с накидом предыдущего ряда. Захватываем рабочую нить и протягиваем под столбиком. Вытягиваем ее до уровня петли, находящейся на крючке. И провязываем столбик. В следующий столбик с накидом предыдущего ряда вяжем обычный столбик без накида. Далее снова рельефный столбик уже под следующий столбик с накидом. Так чередуем до конца ряда. Довязываем ряд до конца. Предпоследний у нас обычный столбик. Последний вяжем рельефный столбик. И над петлей подъема предыдущего ряда провязываем соединительный столбик в ряду. Далее можно обрезать нить, закрепить ее и спрятать под петли по изнаночной стороне. После вязания шапочки вот столько у меня осталось нити с одного мотка. Надеюсь, на варежки хватит. Теперь можно сделать еще раз примерку. Длина шапочки должна составлять чуть меньше половины длины туловища. Приступаем к вязанию ручки и варежки. Для ручки из джута в одну нить делаем кольцо амигуруми. Закрепляем кольцо. И далее в него необходимо провязать 7 столбиков без накида. Заметьте, не 6, а именно 7, так как на 6 столбиках ручка получается тонковата. Пересчитываем столбики по звеньям цепочки и стягиваем кольцо. Далее по спирали вяжем столбики без накида в каждую петлю первого ряда. Свободный конец нити можем сразу ввязать в изделие. Если второй ряд вязать сложновато, можно помогать себе левой рукой слегка расправлять и приподнимать звенья косички. Подтягиваем свободный конец нити и продолжаем дальше без замыкания ряда вязать по спирали. Провязав 3-4 ряда, придаем ручке форму. Продолжаем вязание далее и для удобства после каждой провязанной петли поворачиваем ручку в сторону крючка. Таким образом нам необходимо провязать в общей сложности 12 рядов. Их не сложно сосчитать даже при вязании без маркера. Наполнять ручку холофайбером не стоит, она и так хорошо держит форму. Для удобства одевания варежки необходимо, чтобы в нижней части ручка была как можно тоньше. Поэтому можно ее еще слегка вытянуть и придать необходимую форму. В верхней части ручку делаем более плоской. Это нужно для того, чтобы она не создавала лишний объем под колпачком. Для этого закроем край при помощи соединительных петель. Только провяжем их не за обе стенки косичек, а только за внутренние полупетли. Для этого вводим крючок, захватываем одновременно полупетли одной и второй косички с внутренней стороны. Далее захватываем нить и протягиваем одновременно через все петли. Повторяем те же действия далее, пока не закроем весь край. Придаем форму и можно фиксировать нить и прятать свободный конец. Варежка вяжется очень просто. Начинаем вязание точно так, как и при вязании колпачка. Первый ряд кольцо амигуруми. В него провязываем 6 столбиков без накида. И далее второй ряд вяжем без прибавок. Точно так и в варежке. Первый ряд кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Только здесь после кольца амигуруми еще провязываем 3 ряда без прибавок по спирали. Для сглаживания перехода в конце провязываем пару соединительных столбиков. В готовых колпачках необходимо украсить верхнюю часть. Сейчас большой выбор всевозможного декора. Это могут быть помпоны, бубенчики, колокольчики и прочее. Все это можно приобрести в магазинах для творчества и рукоделия. Также можно изготовить помпон самостоятельно. Можно сделать всем известным способом, намотав нитку, соединив ее посредине и разрезав по краям, придать форму. Также можно связать помпон крючком, как это сделала я. Для этого использовала пушистые нитки по типу травка. Плюшевых у меня в белом цвете не оказалось. Показать вам не смогу, так как кто вязал из этих ниток знает, что процесс происходит практически вслепую. Из-за пушистости пряжи петель не видно абсолютно. Поэтому объясню на словах. Первый ряд кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Второй ряд удваиваем все столбики. То есть получается 12 столбиков. Третий, четвертый и пятый ряд провязываем без прибавок, серединку. То есть в этих рядах остается по 12 столбиков. В шестом ряду делаем убавки в обратном порядке. То есть из 12 столбиков необходимо сделать 6. Седьмой ряд заключительный. Провязываем попарно столбики, закрываем край. Далее аккуратно пришиваем помпон к изделию. Для изготовления носика нам понадобится ткань бежевого или телесного оттенка. Также можно использовать фоамиран, как в моем случае. Чего бы точно не порекомендовала, это делать вязаный носик. Он совсем не гармонично смотрится. У меня размер овала 5 на 8 сантиметров. Слегка вытягиваю его, придавая выпуклую форму. И прохожусь иголкой с мононитью по краю. Это бесцветная тонкая нить, похожая на леску. Также можно заменить на другую подходящую по цвету. Делаем по всей окружности маленькие аккуратные стежки. Далее стягиваем, наполняя холофайбером. И закрепляем нить. Для бороды гномика я буду использовать длинноворсовый мех. Мне очень нравится, как он реалистично смотрится в изделии. У меня прямоугольник 12 на 8 сантиметров. Для придания формы нам необходимо срезать нижние уголочки, слегка их закруглив. Только не нужно это делать именно по поверхности ворса. Аккуратно заводим ножницы под ворс и обрезаем только лишь основу. Срезанные уголочки не выбрасываем. Мы их применим в качестве усов. Проделываем те же действия и со второй стороны. Расчесываем бороду и придаем ей форму при необходимости в нижней части. Далее будем делать примерку. Располагаем хорошо колпачок на основе, так как он будет у нас уже в конечном варианте. Прикладываем мех так, чтобы он на полсантиметра заходил под колпачок. Поправляем шов назад. Далее аккуратно снимаем шапочку, либо запоминаем, либо делаем отметку, на каком уровне расположена борода. Для фиксации деталей я использую термоклей, промазывая по периметру и аккуратно прижимаю. Также можно использовать клей типа момент-кристалл, либо пришивать все детали. Далее прямо на бороду примеряю и приклеиваю носик и усики. Расправляю край варежки, капаю клей прямо вовнутрь и вставляю туда ручку. Примеряю ручки, располагая их симметрично и приклеиваю в верхней части. И самым последним приклеиваю колпачок. Сначала хорошо одеваю его, располагая плотно на поверхности. Затем заворачиваю край, прохожусь по краю и прижимаю хорошо. Для косичек гномика девочки я использую шерсть для валяния. Ее также можно заменить нитками белого цвета, либо разрезать на три полосы длинно-ворсовый мех для одной косички. Заплетаем не туго две объемные косички, предварительно зафиксировав в верхней части, чтобы не распускались, а также в нижней части после заплетания. Также решила для девочки сделать фартук. Помог мне в этом транспортир, он как раз подходил по форме и размеру. Слегка удлинила нижнюю деталь, а верхнюю вырезала с небольшим припуском, то есть чуть большего размера. Также еще сделала кармашек. По форме и размеру он аналогичен верхней детали. Да, и забыла уточнить, фартушек я делаю из фетра. Также примеряем все детали и фиксируем их в следующей последовательности. Сначала носик, затем косички, фартук, ручки и колпачок. В итоге вот такая у меня получилась девочка. На поясок фартука я добавила хлопковое кружево. На кармашек подходящую по цвету полосочку трикотажной пряжи и подвеску в виде сердечка. Косички немного укоротила и сделала имитацию резиночек тоже из трикотажной пряжи. Конечно же творческая фантазия безгранична. Многое задумывалось ранее, какие-то идеи пришли во время съемки. Поэтому не бойтесь экспериментировать и у вас обязательно все получится. А для завершенности образа мне еще захотелось дополнить колпачки украшениями. Для девочки сделала с цветочком, для мальчика со звездочкой. Кроме этого для каждой броши использовала по две маленькие веточки искусственной хвои, тычинки, ягодки и натуральные маленькие шишки. В качестве основы использовала квадратики из фетра. Маленький совет. Не старайтесь все это приклеить сразу непосредственно к колпачку без какой-либо основы. Просто одно неверное движение и можно все испортить. Так мы располагаем всевозможные веточки, прикрываем их основной деталью и когда все нас устраивает, крепим к колпачку. Такую розочку я делала тоже из трикотажной пряжи. Можно также сделать из полосы подходящей по цвету ткани. Все делается довольно просто. Сначала скручивается небольшой бутончик и фиксируется клеем. Далее проклеиваем по спирали, слегка перекручивая ткань и придавая форму цветку. Серединку можно вышить бусинами или бисером. Очень надеюсь, что данный мастер-класс пришелся вам по душе и оказался полезным. В такие видео уроки вкладывается много сил и времени, поэтому очень надеюсь получить от вас обратную связь. Если не сложно, оставляйте свои отзывы и комментарии, а также делитесь видео с друзьями. Всем спасибо за внимание и до новых творческих встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!